Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с сервисом StoryMap.js, который предназначен для создания мультимедийных визуализаций на основе карт и изображений высокой четкости. Главная страница сервиса состоит из нескольких примеров небольшого описания и хелпа. Прежде всего давайте ознакомимся с некоторыми примерами. На главной странице сервиса изображен пример виртуального путешествия. Это путешествие по Соединенным Штатам, несколько пунктов назначения соединены одной линией, и для каждого из пунктов назначения существует слайд, описывающий его. Давайте полистаем эти слайды и посмотрим, что происходит. Как только мы перешли от главного экрана к первому слайду, карта приблизилась и навелась на изображение первой точки путешествия. Справа появилось краткое описание и медиаресурс, который описывает данную точку. В данном случае это изображение. Давайте пойдем дальше. Следующей точке соответствует медиаресурс твит, который появился справа. Далее мы видим снова изображение. Другое изображение. Изображение в виде карты старой. Вот это появилось видео. Видео, расположенное на Ютубе. Здравствуйте, я Джон Грин, это Крэшкорс У.С. Хистерия. И сегодня... Следующий слайд. Это изображение на Вимео. Далее мы видим медиаресурс в виде статьи в Википедии. Снова картинка. Снова какое-то видео. Здесь мы видим вставочку из сервиса Starify. Здесь мы видим звук, записанный в SoundCloud. Этот звук записан в сервисе SoundCloud. Снова изображение. И вот так, перемещаясь от точки к точке, мы перемещаемся между слайдами, рассматриваем информацию и читаем тексты, которые сопровождают описание. Собственно, в этом и состоит сервис StoryMap, который позволяет создавать вот такие вот визуализации. А теперь давайте познакомимся с другим видом визуализации, который называется визуализация гигапиксельной картинки. Слово гигапиксельная здесь надо воспринимать как метафору. Вообще говоря, понимается под ним любое изображение высокой четкости, которое позволяет достаточно близко приближать картиночку без ухудшения ее качества. В качестве примера здесь рассмотрена известная картина Иройнима Босха «Сад земных наслаждений». На начальном кадре слева вы видите саму картину с проставленными кадрами. А при листании этих кадров картина приближается, ее разрешение при этом улучшается, а справа появляется описание данного фрагмента картины. Вот сейчас мы листаем слайды и видим, что картина то отдаляется, то приближается, при этом разрешение ее не ухудшается. А справа, соответственно, мы видим тексты, которые описывают данную картину. Хочу отметить, что тут вместе с текстами точно так же, как и в первом примере, могут присутствовать и дополнительные изображения. Ну вот мы посмотрели обзор сервиса. Теперь приступим к тому, как работать в этом сервисе. Для начала работы в сервисе нажимаем на зеленую кнопочку «Make Story Map Now», либо нажимаем в меню «Create». Пункт меню. Вылезает окошко, которое предлагает вам соединиться с вашим Google аккаунтом. Напоминаю, в этот момент у вас должен быть запущен ваш Google аккаунт. Например, ваша почта Gmail. После этого вы попадаете вот в такое вот окошко. Здесь я вам показываю заполненный проект. Вы окажетесь сначала перед пустым проектом. Показываю заполненный проект, чтобы просто описать те объекты, которые возникают у вас. Во-первых, область 1 – это область общих настроек. Область 2 – переключение между режимами редактирования и превьюшкой. Область 3 – это область… Здесь самая главная кнопка не «Help», а «Share». К сожалению, кнопка «Help» работает плохо, но нет нормального «Help». Даже на английском языке там просто есть переход на какие-то форумы, где обсуждается, кто как работал в этом сервисе. А вот кнопка «Share» нам очень нужна. По ней мы возьмем результат, опубликованный в виде ссылки, либо в виде кода вставки, который мы можем вставить куда-нибудь на наш сайт. Область 4 – это область слайдов, которые мы делаем, или область событий, или по-другому – область пунктов назначения на карте, где мы к каждой точке сопоставляем кусок контента какой-то. Область 5 – это область медиа, куда мы кладем этот самый контент. Как правило, вообще говоря, она может быть пустая, если мы хотим сделать только описание данной точки в области 6. Ой, что-то у меня мышка поехала в области 6. Прошу прощения. Но это неинтересно. Интересно, конечно, когда у нас есть какой-то медийный контент, видео или картинка, или еще что-то. И в этом случае мы этот медийный контент описываем в области 5. Вот здесь. Ну и дополнительные кнопочки для настройки слайдов. Фона слайда и вида маркера, при помощи которого показывается точка на карте. Вот так выглядит все это, когда это будет опубликовано. Прошу прощения. Не когда это будет опубликовано, когда вы в увеличенном виде показываем, как выглядит настройка определенного слайда. В данном случае это 19-й слайд. Ну, начнем мы не с этого. Начнем мы с описания кнопок, которые позволяют настроить весь наш проект. Самая первая кнопка, My Maps, вот эта вот, она служит для перехода между проектами. Если у вас уже создано несколько проектов, то можете воспользоваться этой кнопкой для перехода между ними. Вот я нажимаю на эту кнопку и попадаю вот сюда. Здесь список моих проектов. Причем они все вместе, как путешествия по карте, так и путешествия по гигапиксельным изображениям. Сейчас у меня гораздо больше здесь, конечно. Ну, а здесь их два. Выбираем между ними, либо нажимаю на кнопку, где говорю New и создается новый проект. Кнопка Options. Это такая очень важная кнопка для начала работы. Заходим в нее и видим вот такие вот настройки. Ну, давайте последовательно их рассмотрим. Во-первых, размеры результата, то есть размер той области, в которой будет сформировано это наше интерактивное путешествие. По умолчанию ширина принимается в 100% от экрана. Ну, не самого экрана, а того окошка, в котором это будет отображаться. А высота в 800 пикселей. Обращаю ваше внимание, чтобы вы не потали. Можно задавать либо в процентах, либо в пикселях. Если не ставите значок процента, значит в пикселях по умолчанию. Язык выбираем русский. При этом не надеясь на то, что сам сервис станет, мгновенно станет русскоязычным. Его интерфейс, как был английским, так и останется. А вот некоторые настройки и некоторые фразы на вашем готовом продукте, они станут русскими. Вот, и так что это разумно сделать. Шрифты. Лучше всего не трогайте. Русских шрифтов, там не так много хороших, хороших сочетаний, поэтому просто оставьте дефолт. Потом, когда уже будет готовый продукт, можете с этим как-то посмотреть какие-то другие варианты. Трит-эс. Здесь два выбора, картографический и имидж. Отличаются они, это еще не, на самом деле не, здесь не производится выбор между разными видами проектов, картографическим и гигапиксельным. Здесь просто показывается, как считать... Выключу телефончик. Как считать проект. Способ отображения. Если картографический способ, то это считается путешествием от точки к точке. И при этом рисуется пунктирная линия, показывающая ваше путешествие. Если выбрать имидж, то считается, что это независимые точки. Соответственно, между ними не надо рисовать пунктирной линии. Это просто независимые точки. Хотел бы отметить, что иногда, даже когда у вас путешествие по карте проходит, вам имеет смысл выбрать имидж, потому что интерактивное путешествие не обязано быть путешествием как таковым. То есть не обязательно двигаться от точки А к точке Б со всеми промежуточными остановками. У вас может быть совсем иная идея, например, рассказать о музеях Европы, при этом вы реально между ними не перемещались и можете показывать в любом порядке. Лондон, Париж, Берлин, потом вернуться в Испанию куда-то по зигзагу. И в этом случае лучше выбрать имидж, чтобы не рисовать вот эту линию, которая станет не маршрутом, а только запутающим внимание каким-то зигзагом непонятным. Call to Actions. Здесь можно либо ничего не писать, либо написать какую-то фразу. Я, например, написал слово «Поехали». По умолчанию вам предлагают написать «Начать просмотр». Это фраза, которая появится на вашем нулевом слайде. Нулевой слайд – это слайд обложки, который не привязан ни к одной точке на карте. Слайд, который, собственно, начинает с нажатия на эту кнопку, начинается ваше интерактивное путешествие. Ну, собственно, если даже этой кнопки не будет, все равно там будет слайдер, который можно туда-сюда крутить, и все равно вы ничего не потеряете. Однако вот можно написать какую-то фразу. Ну и, наконец, некий набор карт, которые используются. По умолчанию здесь используются карты, открытые для применения. Это не Яндекс.Карты и не Гугл.Карты. Это некий аналог, но достаточно хороший, который имеет приближение вплоть до отдельного дома. Почти на всем, на всей мировой карте. Вот эти вот карты. Единственное предупреждение – не использовать карты. Вот эти вот карты используйте, а вот эти не используйте. Потому что они… Это особый сложный способ применения собственных карт, которые я вам не рекомендую. Он немножко странновато работает, и как им пользоваться в сервисе не объяснено. Но, как правило, достаточно бывает стандартных карт, которые вы применяете. Вот. Вот, собственно, и все с настройкой. А теперь давайте посмотрим кнопочки, которые называются Save и Change Publish Changers. Кнопка Publish Changers, не удивляйтесь, она то появляется, то исчезает. Она появляется только тогда, когда вы только что сохранили какие-то новые несколько элементов вашего путешествия и предлагает вам опубликовать результат. Без нажатия на эту кнопку у вас ничего не опубликуется. То, что у вас есть в вашем аккаунте, то, что вы сохранили, это не значит еще, что у вас что-то опубликовалось. Процесс публикации, он сам по себе оторван от процесса редактирования. И когда вы уже создали что-то и хотите, чтобы разделить это, вам прежде всего надо нажать на кнопку Publish Changers. Что касается кнопки Save, то вообще происходит через некоторое время автоматическое сохранение. Но я бы вам не рекомендовал на него рассчитывать. Лучше всякий раз, когда вы, скажем, создаете новый слайд, просто на всякий случай нажимать на кнопку Save, чтобы ваш результат сохранился. Ну и, наконец, да, вот, наконец, кнопка Share, вот эта вот, которая вам позволяет получить после того, после того, как вы нажали на Publish Changes, идете в Share, и вот здесь два кода. Один из кодов – это просто ссылка. Ссылка на страницу, где есть ваше интерактивное путешествие, и больше ничего нет. То есть целая страница, которая состоит только из созданного вами интерактивного путешествия. И второй код – Embed Code. Этот код вы можете вставить, забрать и вставить в любое место, которое у вас есть, например, на свой сайт, в свой блог, в свой электронный учебный курс или еще куда-то. И тогда это созданное вами интерактивное путешествие, оно вставится на данное место. То есть на страницу вашего курса, блога или сайта. Ну и, собственно, прежде чем перейти к описанию того, как настраивать слайды, общие настройки мы сделали. Давайте повторим этот материал в нашем учебном ролике. Итак, общие настройки, смотрим, как их делать. А теперь давайте поговорим о том, как создавать интерактивные истории в сервисе StoryMap. Для начала попробуем создать интерактивное путешествие. Несколько слов до того, как мы начнем работать. Сервис StoryMap, как и другие сервисы группы NITLAB из Северо-Восточного университета США, является полностью открытым, бесплатным и не требует даже регистрации. Однако для своей работы он использует ваш аккаунт Google. Вы должны быть зарегистрированы в Google, иметь там аккаунт, и с этим аккаунтом StoryMap будет производить некоторые действия. В частности, все загруженные вами изображения будут помещаться в ваш Google Drive, и там же на Google Drive StoryMap будет хранить некоторые свои служебные файлы, связанные с вашими проектами. Итак, попробуем создать интерактивное путешествие. Для этого мы должны либо перейти по меню Create, либо нажать на вот эту вот большую зеленую кнопку Make a StoryMap Now. Нажимая на эту кнопку, мы попадаем в окошечко, в котором нам StoryMap предлагает связаться с нашим аккаунтом Google. Нажимаем на эту зеленую кнопочку, и я попадаю в список тех проектов, которые я уже сделал. Здесь у меня два готовых проекта, которые я покажу чуть позже, и две заготовки для нашего сегодняшнего ролика. Первая из заготовок связана с примером интерактивного путешествия. Прежде чем я перейду по этой ссылке, давайте посмотрим, что можно сделать в этом окошечке. В этом окошке есть кнопки для управления проектами. Например, нажав на вот эту кнопочку, я могу либо удалить проект, либо его переименовать, либо создать его копию, чтобы на ее основе потом создать совершенно новый проект. Не будем сейчас ничего этого делать, все проекты уже созданы. Давайте зайдем в заготовку пустого интерактивного путешествия. Я так и назвал это путешествие, пример интерактивного путешествия. Мы входим в главную страницу создания интерактивного путешествия и сейчас рассмотрим те управляющие элементы, которые здесь есть. Давайте пока оставим в стороне основное поле и посмотрим, какие есть управляющие элементы в верхнем ряду. Прежде всего мы можем снова вернуться в этот списочек и выбрать какой-то другой проект. Вот он снова открылся. И теперь давайте посмотрим кнопочку Options. Эта кнопочка описывает основные характеристики всего проекта. Здесь мы видим, во-первых, размеры проекта. В первой строке указано, что размеры проекта по ширине 100%, а по высоте 80 пикселей. Далее здесь надо выбрать язык. Я уже выбрал русский язык интерфейса. Если по умолчанию будет стоять английский язык, то язык интерфейса готового интерактивного путешествия будет английский. Так что здесь надо выбрать русский язык. Далее, Fonts, шрифты. Здесь лучше оставить все по умолчанию, то есть Default. Потом вы сможете поиграться с этими шрифтами. Это пара шрифтов, которые описывают заголовки и описания. Я хочу вам сказать, что русские шрифты, как всегда, представлены не очень хорошо, поэтому Default это будет один из самых лучших выборов. Далее, Вид нужно выбрать картографический. Вид Image можно выбирать только в том случае, если вы не хотите, чтобы ваши точки были связаны маршрутом прерывистой красной линии. Дальше вы можете назначить красную кнопку, на которой вы можете написать что угодно. Эта красная кнопка будет располагаться на самом первом заголовочном слайде. Вот я, например, могу поставить здесь Yes и после этого ввести какое-нибудь слово. Например, поехали. Ну и последняя, очень важная настроечка, это выбор вида карты. Вот если я сейчас здесь нажму на вот эту кнопочку, то вы увидите, как много здесь разных видов. Последние две строки мы рассматривать с вами не будем. Это достаточно сложные случаи, когда у вас пользовательская карта с вашими собственными пометками либо на сервисе Mapbox есть такой сервис, который позволяет создавать, бесплатно создавать свои собственные пользовательские карты на основе открытых к применению общедоступных карт. Ну и совсем сложный случай Custom, это когда вы подготовили вообще свою собственную карту в виде ряда изображений и хотите с ней работать. К сожалению, этот случай очень плохо описан на самом сервисе, и как им пользоваться не очень понятно. Что касается всех случаев, которые описаны выше, это разные варианты оформления общедоступных карт и разные варианты, разные сервисы, которые предоставляют карту. Пока выберите то, что здесь стоит по умолчанию, после того, как вы создадите путешествие, вы сможете выбрать тот вид карт, который вам больше понравится. Это зависит не только от вкуса, но и от того, будет ли в той области, в которой вы собираетесь совершить путешествие, хорошее отображение тех объектов, на которых вы побывали. Кроме вкладочки Display, есть еще вкладочка Sharing, которая позволяет сделать описание и загрузить какое-нибудь изображение, связанное с тем, как будет выглядеть ваше интерактивное путешествие при его расположении в социальных сетях. Сейчас не будем заполнять эту вкладочку. Закроем опции и посмотрим, какие еще есть кнопочки в верхнем ряду. Есть кнопочка Save, на которую надо не забывать нажимать периодически, потому что без нее все изменения на карте не будут сохранены. Нажмем ее. И мы видим, после того, как сработала кнопочка Save, появляется кнопочка Publish Changes. Это означает, что мы сохранили результат нашего проекта, но пока не опубликовали его. А чтобы опубликовать, мы должны нажать еще и на эту кнопочку. Вот теперь мы опубликовали проект, хотя проект еще, по сути, совершенно пустой. Ну и давайте посмотрим, какие еще есть кнопочки в верхнем ряду. Есть кнопочка Help, но заранее хочу вам сказать, что Help здесь малофункциональный. Первая строчка, она отсылает к достаточно сложным случаям работы с данным сервисом, связанным с программированием. А вторые две строчки адресуют на форумы, на которых разбираются различные сложные случаи, и на них можно пообщаться, правда, на английском языке. Ну и последняя кнопка первого ряда, кнопка She, которая позволяет опубликовать ваш проект сразу в соцсетях, либо взять ссылочку, по которой можно открыть ваш проект опубликованный. Вот он, этот проект, он пока состоит из одной кнопки Поехали, которую мы создали. По мере наполнения проекта вы увидите, что и здесь будут происходить изменения. И вот этого кода iFrame. Этот код вам нужен в том случае, если вы захотите вставить свой проект на свой сайт, в блог, в электронный учебный курс или еще куда-нибудь. Специально для этого случая, для этого кода, есть еще дополнительные возможности по изменению вертикального и горизонтального размера вашего интерактивного путешествия. На этом мы закончили рассмотрение верхнего ряда опций, и перейдем, собственно, к контентному наполнению нашего интерактивного путешествия. Ну, вот мы с вами посмотрели, как настраивать приложение. Да, это можно посмотреть на сайте YouTube, на моем аккаунте. Найти мой аккаунт в YouTube очень просто, потому что фамилию у меня не очень часто. Просто набираете мою фамилию, находите мой канал, и на моем канале эти ролики все есть. А мы продолжим. Итак, мы научились настраивать общие параметры, и теперь нам надо, собственно, приступить к настройке конкретики каждого отдельного сайта. Вот так выглядит опубликованный результат предыдущего слайда. Вот этого, прошу прощения, где-то моего, вот этого опубликованного слайда. И теперь мы научимся это все каким-то образом делать. Вот эту область для начала рассмотрим. Это область наших слайдов, или по-другому область событий, или по-другому область точек на карте. Каждая вот эта вот вкладочка соответствует какой-то точке на карте. Кроме самой первой вот этой, самая первая или нулевая, если угодно, вкладка, она существует всегда, ее нельзя ни удалить, ни прибавить. Это обложка наша. Что можно сделать с вот этими слайдиками? Их можно создать, их можно удалить, и их можно мышкой перетащить туда-сюда. Поставить, например, вот этот 12-й слайд между 9-м и 10-м. К сожалению, нельзя дублировать. Новые слайды создаются вот здесь, вот есть значок плюс такой, нажимаете на него, и ниже последнего слайда возникает следующий. Разумеется, если он вам не нужен в конце, вы просто перетаскиваете его в то место, где он вам нужен. Самое первое, что вам надо, когда вы настраиваете конкретный какой-то слайд, вот в данном случае я работаю с 12-м слайдом, это установить точку на карте. Точку на карте можно установить тремя способами. Во-первых, попробовать ее поискать на карте. Пробуйте поискать сначала русское название, если не получается, то английское название данной точки. Ну, можете просто на карте поискать посредством увеличения или уменьшения масштаба. Далее, ну вот, после того, как вы ищете, вот этот вот маркер, он устанавливается в центр того объекта, который был найден. Ну, если вам нужна какая-то другая точка, вы просто двойным щелчком переносите ее в какое-то другое место, либо перетаскиваете мышкой в другое место, отпускаете, и она остается вот в этом самом месте. Самое главное, что здесь надо запомнить, что вот эта вот установка масштаба, она действует на момент вашей работы над этой картой, но она не будет действовать в момент показа. Потому что в момент показа происходит совсем иное. Момент показа, это я вот опубликовал результаты, вот три ближайшие точки. Момент показа, масштаб будет определяться близостью ближайших точек друг к другу. То есть, если вы сначала ездили между городами, между ними было 100 километров, потом сошли и начали делать фотки каждые 100 метров, то, соответственно, сначала масштаб карты будет маленький, мелкий, потом, как только вы остановились, он станет крупным и автоматически увеличится, и вот такая пешая прогулка, она ближайшие несколько точек будет показана. Настройка медиа. Вот эта вот настройка. Здесь можно настроить три параметра. Самый главный параметр – это, собственно, область медиа. Вот это, так, что-то у меня мышка сегодня скачет. Вот эта вот область, это область медиа, куда вы должны поместить ссылку на ваш ресурс. Ссылка на ваш ресурс – это ссылка на… Не буду снова называть все эти ресурсы. Большое количество, около 20 различных вариантов медиа, может быть. Приятное исключение для изображений состоит в том, что изображение можно загрузить, а не с вашего компьютера, а не искать его ссылку в интернете. Только для изображений, для видео и для других видов медиа ресурсов это невозможно. Для звуков. И еще две области – это копирайт. Если ваша собственная фотография, можете написать фото, две точки и вашу фамилию и имид. А если это какой-то другой человек, то надо указать, кто автор этого медиа ресурса. Ну и, наконец, капшн – это описание данного медиа. Обращаю ваше внимание, это описание именно медиа, например, фотографии, а не описание всего события. Различайте, пожалуйста, эти вещи. Описание события дается в совсем другом месте. Как это выглядит примерно? Вот зелененьким обозначено то, что я сделал на предыдущем слайде. Вот эта фотография и вот эта информация о копирайте. И выглядят они вот так. Вот эта фотография и вот эта информация о копирайте. Описание к этому изображению тоже меленьким шрифтом вот здесь вот дается, если вы его делаете. В отличие от описания всего слайда, который вот здесь вот. И, собственно, про него мы сейчас поговорим. Да, ну, разумеется, сюда можно вставить и какое-то видео. И еще один интересный момент при отображении. Если вы не делаете описание, у вас есть только название, название вашего слайда, то оно поднимается над медиа. Видите, оно становится вот здесь вот. Это таково поведение этого сервиса. Вы это назначить никак не можете. Это делается автоматически. Теперь, собственно, описание слайда. Или описание вот этой вот точки. Здесь вы даете, разумеется, название этого слайда и ее краткое описание. Это краткое описание не должно быть большим, потому что иначе будет некрасиво, возникнут полоса прокрутки. Здесь вы можете дать один, два или три коротеньких абзаца совсем. Можете сделать какую-то небольшую настройку. Настройку я имею в виду редактирование вот этого кусочка текста. Можете сделать жирненьким, наклоном, часть текста. Можете вставить ссылку. Или перейдя даже в режим HTML, как-то чуть-чуть поправить HTML или вставить туда кусочек HTML. Но надо понимать, что здесь только очень простые. Не любой кусок HTML нормально будет смотреться. Только очень простенькие. Так что в этот режим с большой аккуратностью надо использовать. Ну и вот, соответственно, вот эти вот настройки при отображении выглядят вот так. Большим шрифтом вот это и меньшим шрифтом описание. Эти шрифты, если вы помните, когда я говорил о настройках всего проекта, там есть настройки шрифтов. Вот там они выбираются. Но по умолчанию достаточно хороший выбор. Лучше его, на мой взгляд, не менять. И, наконец, еще две настройки. Это Background Options. Или раньше называлось Slide Options. Сейчас называется Background Options. Где можно настроить подложку для слайда. По умолчанию она белая, как вы видели. Вот здесь вот. Вот это все белое. А можно сделать каким-то цветом, либо записать туда какое-то фоновое изображение. Вот если вы хотите использовать цвет, вот здесь вот номер цвета пишите. Если хотите использовать какое-то изображение, либо делаете ссылку на какой-то Background Image, то есть на изображение, которое может служить фоном, либо загружаете это изображение с вашего компьютера. Лучше использовать какое-то изображение, которое реально является фоновым. Вот такое вот. Но иногда хороший результат дает и случай, когда вы сюда загружаете какое-то реальное изображение, но при этом не делаете изображение в вашей настройке медиа. Вот. В этом случае у вас получается как бы такой слегка затемненный фон в виде реального изображения, что в общем-то достаточно интересно. Ну и последняя настройка Marker Options. Это выбор вот этого вида маркера. Если вы пойдете в Google картинки и поищите там просто по слову маркер, можете добавить еще слово прозрачный, прозрачный фон, то у вас огромное количество маркеров высветится, которые в виде PNG файлов, которые вы можете использовать. Ну вот, например, я заменил, поставил сюда. Здесь тоже можно выбрать какой-то либо ссылку на графический файл поставить, либо загрузить со своего компьютера вот этот вот маркер. Ну, в данном случае JPEG файл использовать не имеет смысла. Нужно использовать какой-то PNG файл с прозрачным фоном. И в таком случае можно там вот, например, вот такой вот красивенький маркер использовать. Видите, у него там прозрачный фон, да еще и тенечек такой красивый. Вот. Ну и видов таких маркеров много. В некоторых случаях вы можете использовать вместо маркеров какие-то иные изображения. Например, мои слушатели моих курсов использовали, например, изображение гербов тех городов, по которым они проехали, или изображение конкретных объектов. Иногда это оправдано. Чаще всего не оправдано, но иногда получаются очень красивые случаи, интересные, и вы можете попробовать такие вещи делать. Ну и давайте посмотрим последний ролик, который еще раз повторит вот это, как это все делается. А теперь давайте посмотрим, как наполнять контентом наше виртуальное путешествие. Левый вертикальный столбец служит для того, чтобы создавать и управлять слайдами. По умолчанию, наверху всегда есть главный слайд, это заголовочный слайд. Кроме того, мы можем добавлять любое количество дополнительных слайдов. Вот сейчас я создал 4 разных слайда. Что я могу с ними делать на этой панели? Я могу их менять местами. Могу добавлять, как я уже показал. И могу удалять любой из них. Дальнейшее наполнение контента делается на основном экране сервиса для каждого слайда в отдельности. Давайте перейдем в уже заполненный проект, чтобы увидеть, как это делается. Сейчас мы откроем проект, который называется Путешествие в Тутаев. В этом проекте заполнен и главный кадр заголовочный, и еще дополнительно 13 различных слайдов. Давайте посмотрим, как наполнять контентом отдельные слайды. Для этого служит вот это вот основное поле нашего проекта. На заголовочном слайде вы видите общую карту мира, а на тех слайдах, которые описывают конкретные точки назначения, это слайды с увеличенными картами тех участков, которые нам необходимы. Вернемся к заголовочному слайду. Прежде всего мы должны заполнить поля, которые находятся внизу под основным полем с картой. Какие это поля? Это поле «Медиа», в котором мы можем поместить изображение или любой другой медиаресурс. Как вы помните, по примерам, это могут быть видеоресурсы, это могут быть ссылки на публикации в соцсетях, звуки и так далее. Достаточно много разных видов ресурсов. Внизу описание того, кому принадлежит этот медиаресурс. И краткое описание медиаресурса. Ну и справа текстовые поля. Это заголовок слайда и описание слайда. Описание слайда может быть размечено. Например, тут могут быть сделаны какие-то выделения жирным шрифтом, наклонным шрифтом. Может быть введена ссылка какая-то. Либо можно сюда ввести какой-то HTML-код. Теперь ознакомимся со слайдами конкретных точек. Первая точка нашего проекта это «Ростов-Великий». Как я нашел эту точку? Эту точку можно найти при помощи поиска. Я могу также просто передвигать карту, искать необходимые мне точки и перемещать эти точки. Перемещать точку я могу, например, просто двойным щелчком, либо перетаскивая ее из места в место. Вот сейчас мы слегка поменяли первоначальную точку путешествия, сместили ее на несколько сот метров правее. Давайте посмотрим, какой у нас результат получился. Для этого сохраним результат, опубликуем его и возьмем здесь ссылку на результирующее путешествие. Путешествие открывается, и мы видим карту, на которой расположены все наши точки. Эту карту можно двигать, увеличивать, уменьшать. Ну и мы можем начать двигаться по нашим кадрам. Мы можем это сделать двояко, либо нажав на вот эту стандартную кнопку, либо на ту кнопку «Поехали», которую мы создали в самом начале нашего ролика. Перемещения по карте, они автоматические. Масштаб выбирает сам сервис. То есть, в зависимости от того, насколько близко расположены ближайшие точки маршрута, выбирается масштаб карты. Вот сейчас мы начнем двигаться по маршруту и увидим, как точки то приближаются, то отдаляются друг от друга. Несколько точек расположены рядом, поэтому масштаб сразу увеличился. Следующая точка расположена достаточно далеко, в нескольких десятках километров, поэтому сначала масштаб уменьшился, а потом, так как следующие точки расположены близко друг к другу, карта вновь приближается. Вот и все наше путешествие. Полтора десятка кадров. Перейдем теперь снова в сервис и посмотрим на наполнение отдельных кадров. Здесь мы использовали различные медиаресурсы. В первом кадре я использовал картинку, во втором ссылку на Википедия статью, в третьей снова картиночку. Картинки мы можем подгрузить следующим образом. Либо дать здесь ссылку на картинку, которая располагается в интернете, либо загрузить изображение со своего компьютера. Но напоминаю, что изображение попадет к вам на Google Drive, то есть будет храниться все равно в интернете, просто на вашем личном диске Google. Никаких особенностей здесь нету. В общем-то, вот эти поля, они описывают все, что нужно для каждой конкретной картиночки. Хотел бы обратить внимание на единственную настройку, которую можно сделать для слайда. Это настройка фона. По умолчанию все слайды имеют белый фон, но можно здесь изменить значение фона на какое-то другое значение, например, на свет-то серое. Вот так вот, на серое. Либо загрузить какую-нибудь фоновую картиночку. Вот сейчас я изменил фон на третьем слайде. И мы можем либо посмотреть это вот так, как мы уже привыкли делать. А теперь найдем третий слайд на нашем путешествии. Вот вы видите, что фон стал светло-серым. Либо можем посмотреть это другим образом. Обращаю ваше внимание, в сервисе есть еще вот такая вот вкладочка Preview. В ней показывается примерно то же самое, что и вот здесь. Но хочу обратить внимание, что эту вкладочку надо использовать достаточно осторожно, потому что отображаемая здесь информация не всегда в точности соответствует тому, что получится в результате. Поэтому для быстрого контроля эту вкладочку используйте. А для точного контроля лучше каждый раз производить публикацию проекта и смотреть его в другой вкладке или даже в другом браузере. В заключение хочу отметить, что в качестве медиаресурсов понимается достаточно большое количество внешних ресурсов. Для тех, кто смотрел мои ролики по сервису Timeline.js, могу сказать, что практически все медиаресурсы, которые могут применяться в сервисе Timeline.js, могут применяться и в сервисе StoryMap. За редким исключением. Кроме того, обращаю внимание, что здесь есть дополнительная возможность. Это использование HTML-кода в графе описания. И этот HTML-код, он, конечно, должен быть достаточно простым, но может содержать и различные усложненные случаи, такие как теги блок-квод и так далее. Тут надо экспериментировать. Это уже для тех, кто хочет сделать достаточно сложное путешествие со сложными описаниями, возможно, с более сложным форматированием и так далее. Кроме того, я хочу отметить, что вот здесь вот медиа, где по умолчанию стоит предложение внести туда URL, то есть ссылку на какой-то внешний медиаресурс, на самом деле понимается не только URL, но и более сложные конструкции, такие как iFrame. И через iFrame можно сюда внести очень интересные интерактивные вставки, такие как вставки из других сервисов, интерактивные картиночки и так далее. Очень интересная возможность. При помощи этого окошка в StoryMap можно внести даже такие сложные конструкции, как оси времени, созданные в Timeline.js, и аналогичные. На этом мы с вами закончим знакомство с виртуальными путешествиями и в следующих роликах рассмотрим возможности StoryMap по созданию интерактивных иллюстраций. К сожалению, до интерактивных иллюстраций у нас не дойдет разговор. Мы их вкратце рассмотрим. Как я уже говорил, сервис StoryMap.js можно рассматривать, использовать в режиме гигапиксельной иллюстрации. И примеры такого использования сервиса сейчас я вам предоставлю. Можете посмотреть их прямо по ходу нашего вебинара. Это, на мой взгляд, такие достаточно интересные и эффектные интерактивные путешествия. Именно поэтому я свой сегодняшний вебинар и назвал «Эффективность и эффектность в одном сервисе», потому что такие картинки создают хороший эффект не только интерактивности, но и эстетический эффект. Вот можете посмотреть. Различия в том, в настройках. Да, ну вот примерно так, несколько слайдов можете посмотреть. Это из Босха. Самое главное отличие в настройках. В Options вам надо в списке карт выбрать слово «Гигапиксель». И при этом вся остальная настройка у вас слегка изменяется. Вот это вот все остается прежним. Здесь мы только что выбрали «Гигапиксель». И появляется новая область, которая и определяет использование StoryMap в режиме «Гигапикселя». Выглядит она вот так. Так, ну вот это мы не будем рассматривать. Это то же самое. А вот она, эта область, где надо выбрать Zoomify URL. Вот это вот самый сложный момент. Здесь хранится ссылка, но не на саму гигапиксельную картинку, а на ее представление в папке в виде специальных плиток 256 на 256 пикселей. Как изготовить такие плитки, вы можете на моем канале тоже найти. Там еще 4 ролика посвящены использованию StoryMap.js в режиме «Гигапиксельные картинки». Ну и здесь надо поставить ширину и высоту вашего изображения в пикселях. Например, там ширина 30 тысяч пикселей и высота 20 тысяч пикселей. Вот о таких примерно высотах и ширинах идет речь, когда мы работаем с изображением высокой четкости. Ну и здесь можете дописать вот Rebution, еще можете дописать, что это за произведение, кого и так далее. Тогда это у вас появится внизу вашего проекта эта информация. И еще один момент. В отличие от использования в режиме «Карты», использование в режиме «Гигапиксельные картинки» позволяет использовать реальный масштаб. Не позволяет, а конкретно использовать реальный масштаб. То есть тот масштаб, который вы установили вот здесь, он же и будет воспроизведен в конечном варианте вашего произведения интерактивного. Вот. Вот в этом отличие. Ну и получаем вот такой вот примерно результат. Собственно, можете посмотреть по этим трем ссылкам, как это примерно выглядит. Еще один сервис, который мы просто вкратце затронем, как некий переходной момент между первой темой вебинара и второй. Это сервис TimeMapper, который построен по тем же кодам, что и предыдущий сервис. Они открыты, это открытые коды для программирования, но другой командой, другими разработчиками, которые называют себя Open Knowledge Foundation Labs. Вот. Выглядит это примерно так. И содержит в себе как карту, то есть как географический контекст, так и ленту времени. Получается так достаточно громоздко, но зато очень убедительно. В том смысле, что если вы реально совершаете какое-то путешествие, то вы его совершаете, во-первых, во времени, а во-вторых, в пространстве. И вы совсем не обязаны двигаться с постоянной скоростью, поэтому у вас постоянно происходит переключение между... Ну, то есть между вот этими двумя точками, например, они далеко друг от друга, но вы можете их за два часа на машине проехать. А между следующими точками вы можете проехать за пять дней, потому что вы, может быть, пешком шли. И вот таким образом на карте и на ленте времени они будут по-разному отображаться. Вот. Сервис работает от вот такой вот таблички. На вход ему попадает табличка. Она очень похожа на табличку, которую вы используете в Timeline.js, о которой я рассказывал в конце мая на своем предыдущем вебинаре. Вот. Ну, единственное, что здесь надо отметить, координаты в традиционной системе долгота и широта. А вот именно это, вот такое вот обозначение координат, оно нас связывает со следующей нашей темой. Продолжение следует...